Всем привет! Уже сегодня вечер, решила начать для вас новый влог. У меня сегодня был супер насыщенный день. С утра, как всегда, с 10 до часа, 3 часа у меня английский язык. Это я учу с компанией, в которой я работаю. Нам обеспечили такие курсы. В самой компании есть преподаватель. Это очень круто. И преподаватель мне очень понравился. Лиза – это такая старшая женщина, но прям суперинтересно с ней вот эти 3 часа болтать. У нас целая группа, но не просто там как-то учим правила, а мы говорим. Много говорим, и она интересно рассказывает о разных компаниях. Я прям в восторге. Как всегда, в субботу всё убрала. Лизка сейчас немножко спит, потому что вечером будем быстренько ехать в город. Покупать ей кое-какие вещи нужно. Плюс мне и обещали на горку кое-какую детскую комнату. Если у нас всё получится, я вам покажу. Ну и, конечно же, завтра у нас поход в город с друзьями. Надеюсь, хотя бы кусочки какие-то вам сниму, потому что в основном ты начинаешь говорить с кем-то, общаться, новые впечатления, забываешь о камере. Но если мы пойдём туда, куда собираемся, я вам хотя бы виды поснимаю точно. Сейчас поехали в город покупать вещи и в детскую комнату. Я сейчас, как говорила, в воскресенье утро. Вчера не могла ничего с толком поснимать, потому что приехали уставшие. Кусочек есть того здания, где мы были, но я вам только чуть-чуть сняла, потому что там, где сидели детские, я не снимала. Ну, это просто гениальные помещения. Мы там уже, думаем, делали близкий день рождения. Там было сразу 3 или 4 дня рождения детей. Вход только за ребёнка, правда, дороговатый, 220 гривен. Но вы видели, сколько там всего. Я там только один этаж снимала. На втором этаже ещё PlayStation. И детская комната как раз для таких маленьких, как Лиска. Очень классная Лиска в невероятном восторге. Мы там долго были, поэтому я прям уставшая была. Сейчас вы спались, иду быстренько краситься. Чуть-чуть лёгкий макияж, чтобы нанести SPF, потому что идём в поход в горы с друзьями. Показываю вам свои покупки. Во-первых, Лиске купили вот такую очень классную флисовую кофту. Она зимняя. Мы взяли больший размер. Мы всё брали в эпицентры в Интерспорте. Там хорошее качество вещей. Она безумно нежная, всего 300 гривен. Сейчас по скидке на следующую зиму пусть будет, чтобы потом мне покупать в два раза дороже. Мне взяли вот такую класснючую футболку с горами. Сегодня как раз идём в поход. Сейчас уже утро воскресенья. Лиске, конечно же, такой набор. Очень классные. Есть разные наборы для творчества. Мы уже рисовали песком. Здесь есть такие вот полосочки нужно наклеивать. Дальше разрисовывать. И потом ещё можно наклеить пайетки. Вообще супер, но клей в этом наборе был плохой. Муж мне просто с работы принёс вот такой вот блокнотик. Очень удобно. Мне в офис я заберу. Пригодится точно. И мы, главное, за чем и шли, купили лиски. Тоже в эпицентре. Так, лосочек. Такие вот класснючие сандальки. Очень нам понравились. Бегать летом будет очень круто. Удобно, что здесь есть носочек. Что-то около 500 гривен сейчас стоили по распродаже. Нашка сандалька. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Хочу с вами немножко поболтать. Эта неделя пролетела просто в миг. Работа, дом-работа. Сейчас это немножко такой уставший у меня вид, потому что только что вытягивали клеща. Впервые в жизни у меня был клещ. Не знаю, где подспила. Было весело. Но ничего, вроде справились. Показывала, сняла вам кусочки. Были с Лизой в очень крутом игровом центре. Также мы были с друзьями в горах. Это вообще было очень волшебно, очень круто. Хочу вам рассказать историю, от которой я в восторге. Прям вау. Когда мы гуляли в горах, мы были с друзьями. Нас было 10 человек. И там один из знакомых сделал своей девушке предложение. Это было очень красиво, очень интересно. Он даже снимал кусочками всё на видео. И это вышло вау. Я вам тоже кусочки некоторые сняла, но, как всегда, в моих правилах я не снимаю людей, если они не знают, что попадут на YouTube. Только те, кто знает, что я снимаю на канала, чтобы никого не обижать. А сейчас я хочу вам ещё показать кафе, которое открылось у нас в городе, и с семьёй енотов. Это просто что-то великолепное. Мы, конечно, с подружкой Сандрой зашли только на две минутки, потому что спешили, но не могли пройти мимо. Там мама, папа и двое малышей. Малыши очень маленькие, очень миленькие. Они идут на ручки. Ты с ними спьёшь кофе, играешь. Там один енотик вообще, ну просто были заняты оба малыша, других людей. Один енотик поиграл-поиграл и уснул прямо возле, на диванчике возле посетителей. Это просто восхитительно. Это круто. Ты заходишь в их волье, там их игровая комната, они там как раз спали. Ну, это просто суперкрутая идея классного кафе. Ну и ещё один хорошая новость для меня. Это купила себе вот такой вот Xiaomi Mi Band 6. Была распродажа в Xiaomi всех магазинах один день. И шестой Mi Band обошёлся всего 800 гривен. Кто знает, он так стоит 400 гривен. Я очень давно хотела такую штучку. Ещё муж заказал с Алиэкспресса. Очень классный ремешок. И вот сейчас хожу, сейчас вам покажу. Такая заставка с пандочкой. Очень хорошо считает шаги. В планах много гулять этим летом. Также хочу вам показать немножко такой обновлённый уход на лето в ванной в этом влоге. Итак, покажу вам новинки, которыми пользуюсь в ванной. Это уже, в принципе, не новинки. Как вы видите, осталось чуть-чуть вот этого гения увлажнения с алоэ от Floreal Paris. Даёт очень лёгкое увлажнение. Меня просто в коробочке попалось для нормальной жирной кожи. Мне не хватает увлажнения. Но запах, консистенция, упаковка супер. Но повторять не буду. Просто не повезло, что не для моего типа кожи. Поэтому к этому гению увлажнения на утро взяла вот такую вот сыворотку антистресс от Faberlic. Девочки, она шикарная. Здесь нажимаем кнопочку, набирается в пипетку сыворотка. Она даёт неплохое увлажнение питания. Кожа с ней выровненная, красивая. Мне понравилось. Брала по акции Like Faberlic. Получилось бюджетно. Работает на 100%. Рекомендую. Как и лучший крем от Faberlic серия Garderlic. Идеальная упаковка для крема вокруг глаз. Видите, с такой помпой, стеклянная баночка. Ну, это моя любовь. Даёт хорошее питание для кожи вокруг глаз. И на вечер взяла что-то более питательное. Вот такой вот активный крем. С ласточкиным гнездом. Серия iSealot Faberlic. Это корейская серия. И обожаю. У меня сейчас ещё, по-моему, CC или BB называется крем Чок-Чок. Обалденный. Целый день прекрасно держится. Выровненный от тон кожи. И вот этот крем, он шикарный. Кожа с ним превращается в что-то невероятное. Красивое. Я тоже брала по акции Like Faberlic. Тон кожи выровненный. Кожа напитанная. Увлажнённая. Я на вечер не наношу вот этот крем под глаза. А наношу вот этот, потому что он просто вау. И добавились две маски к тем, что у меня есть от Faberlic. Одна для кожи вокруг глаз. Вот такая Mezo маска для века интенсивной и увлажней. Омоложение. Только один раз пользовалась. Ничего не могу сказать. Здесь целых 20 мл говорится, что может пощипывать. Мне ничего не пощипывает. Попользуюсь чуть больше. Очень удобная упаковка. Расскажу вам подробнее. Если вы пробовали, напишите мне. И уже пробовала такую маску-плёнку несколько раз. От Vitex. Она для жирной кожи. Склонная к жирности. Но мне на лето идеально подошло. Мне кажется, жирной кожей очень хорошо подойдёт. Действительно, кожа после неё очень хорошо очищенная. И такая прям матовая вот эта всё грязь после жаркого дня или после пробежки идеально убирает. Я вот этой маской просто очень довольна. Вот такой у меня немножко обновлённый уход на лето. Пока не идеальный, но я в поисках ищу ещё какой-то крем на утро. Вместо этого с SPF. Порекомендуйте какой-то хороший увлажняющий крем с SPF, чтобы утром нанёс и весь день ходил довольный. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился мой немножко такой сумбурный блог. Если да, с вас пальчик вверх. Подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok